Многие люди стремятся похудеть, чтобы приобрести желаемую фигуру, укрепить здоровье и начать нравиться самому себе. С этой целью они сжигают подкожный жир всеми возможными способами – тренировками, диетами и даже разными экстремальными методами. Но что если бы подкожного жира не было вовсе? Что если бы все были высушенными? Хорошо это или плохо? В этом нам поможет разобраться интересная история одного удивительного человека. С вами ТОП ХАЙПа. В этом выпуске мы расскажем вам о самом сухом человеке в мире, у которого 0% жира. Погнали! Самый сухой человек в мире Главный герой этого выпуска – 30-летний велосипедист из Англии по имени Том Стэннифорд. Он считается самым сухим человеком в мире. В его теле 0% жира. И дело тут вовсе не в каких-то диетах или анорексии. Дело в том, что Том страдает от заболевания под названием МДП-синдром. По словам ученых, причина МДП-синдрома кроется в мутации гена P.O.L.D.1. Это крайне редкое заболевание, которому подвержено всего несколько людей в мире. Однако у Тома оно проявилось сильнее, чем у остальных. Оно представляет собой серьезное нарушение обмена веществ, которое препятствует хранению жировой ткани под кожей. Том родился в 1989 году, и по словам врачей, внешне он выглядел совершенно здоровым. В детстве это проявлялось не так ярко, но по мере взросления Стэннифорд начал стремительно терять подкожный жир на лице и конечностях. Причем все происходило не по воле Тома. Сам парень вел обычный образ жизни. Самое интересное, что анализ его крови показывает, что Том будто страдает от ожирения, что совершенно парадоксально. К сожалению, эта особенность стала причиной диабета и многих других осложнений. В частности, Том плохо слышит, из-за чего ему приходится носить слуховые аппараты. Помимо этого, уровень тестостерона у Тома ниже нормального значения. Вдобавок, МДП-синдром затрагивает и конечности Тома. Велосипедист нередко испытывает боли в ногах и подвержен высокому риску переломов. Несмотря на то, что Том живет с таким ужасным заболеванием всю жизнь, еще в юности он решил, что синдром не помеха спорту. Поэтому в 16 лет он решил начать свою спортивную карьеру, а точнее карьеру в велоспорте. Правда, спустя несколько месяцев после покупки первого велосипеда произошел серьезный инцидент. Тома сбила машина. Спортсмен получил множество травм разной тяжести и с трудом выжил. Но даже этот случай не сломил его дух. И оправившись от травм, Том продолжил заниматься спортом. Во-первых, ему это просто нравилось. А во-вторых, он использовал свое увлечение в качестве одного из методов реабилитации. После полученной травмы и выздоровления, Стэннифорд организовал благотворительный марафон на 96 километров. Посредством такой акции ему удалось собрать около 1000 фунтов стерлингов, которые он направил в больницу Девона и Экстера, врачи которой спасли ему жизнь. Впоследствии он вступил в команду Bike in Motion CC, в составе которой он должен был принять участие в юниорском туре Уэльса. К сожалению, незадолго до заезда Том сломал запястье, поэтому ему пришлось присутствовать на соревнованиях в качестве помощника команды. Том организовывал питание, предоставлял команде экипировку и поддерживал своих друзей. Следующая неудача настигла Тома перед Паралимпийскими играми, к которым спортсмен усердно готовился. К сожалению, ему не удалось поучаствовать на соревнованиях, так как он вновь попал в аварию. Тем не менее, неудачи и происки судьбы никогда не останавливали Стэннифорда, и он медленно, но верно шел к своей цели. Наконец, в 2011 году самый сухой человек в мире стал чемпионом в национальной паралимпийской виллогонке. Это произошло, когда Тому был 21 год. С тех пор он считается самым молодым гонщиком в одиночном разряде, выигравшим данный титул чемпиона. Думаю, история Тома Стэннифорда показывает, что при сильном желании и упорстве можно добиться чего угодно, каким бы ты ни был. Как мы говорили в начале, многие люди хотят похудеть и избавиться от большей части подкожного жира. Но есть и немало людей, которые, напротив, хотят набрать массу посредством силовых тренировок. Для этой цели некоторые люди выбирают бодибилдинг, где можно неплохо подкачаться и стать лучшей версией самого себя. Но во всем надо знать меру. На мой взгляд, быть чересчур раскачанным не очень хорошо и даже опасно, что подтверждает истории некоторых бодибилдеров, которые в попытке создать идеальное тело зашли слишком далеко. Андреас Мюнцер Андреас Мюнцер – это профессиональный австралийский культурист, который был известен своим сухим телом. В его организме содержалось лишь 4% жира. И это несмотря на то, что его соревновательный вес составлял около 108 килограмм при росте 176 сантиметров. Просто невероятно, что практически вся масса Мюнцера была представлена чистыми мышцами, которые в австралийце, к слову, были действительно выдающимися. Мюнцер вдохновлялся Арнольдом Шварценеггером, подражал ему и очень много тренировался, чтобы создать превосходное тело. Тем не менее, австралиец, к сожалению, перестарался. Он был одержим погоней за максимально сухим телом, и с этой целью нередко употреблял различные препараты для повышения выносливости и диуретики, для похудения и вывода жидкости из организма. Во многом это и стало причиной его кончины в 31 год. Если точнее, причиной смерти Мюнцера считается печёночная и почечная недостаточность. Как оказалось, у Мюнцера практически не было жира. Его сердце было увеличено примерно вдвое по сравнению с нормальным размером, а в его печени было несколько крупных опухолей размером с шарик для настольного тенниса. Грег Ковач Грег Ковач – это канадский культурист, который считается одним из самых крупных известных бодибилдеров за всю историю. При росте в 193 сантиметра его соревновательный вес составлял 150 килограммов, а вес в межсезонье был около 190 килограммов. Что касается других параметров, то его бицепсы в обхвате составляли около 63-68 сантиметров, грудь – 177 сантиметров, а ноги – 89 сантиметров. Издание Rex Muscle назвало его самым сильным профессиональным бодибилдером всех времен. Например, рекорд Грега в жиме ногами – более 900 килограммов, а феноменальные результаты он показывал и в других дисциплинах. Ковач был настоящей машиной. Многие люди даже действительно заявляли, что он вовсе никакой не человек, и все же за такие выдающиеся результаты приходится дорого платить. Невероятные габариты Грега, к которым он всегда стремился, в итоге стали причиной его кончины. Он скончался в возрасте 44 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Маркус Рюль Профессиональный немецкий бодибилдер Маркус Рюль считается одним из самых выдающихся и крупнейших культуристов за всю историю. Габариты Маркуса действительно поражают. Его рост составляет 177 сантиметров, соревновательный вес – около 128 килограммов, а вес в межсезонье – около 145 килограммов. Бицепсы немца в обхвате составляют 59 сантиметров, грудь – 148, а бедро – около 84 сантиметров. При этом Маркусу принадлежит своеобразный рекорд за самые большие плечи в бодибилдинге. Маркус Рюль принимал участие во множестве самых престижных соревнований, где нередко занимал призовые места. Также он является первым немцем за всю историю культуризма, который получил статус профессионала Международной Федерации Бодибилдинга сразу же после победы в национальном чемпионате. Но несмотря на это, в карьере Маркуса были и черные полосы. Так, в 99-м году он участвовал в конкурсе «Мистер Олимпия». В попытке довести свое тело до идеала немец принимал диуретики, чтобы высушиться, но был пойман с поличным и дисквалифицирован. Стоит отметить, что Рюль принимал тот же препарат, который унес жизнь Мохаммеда Бен Азизы, известного культуриста из Франции. Маркус полагал, что если он максимально высушит тело, то его мышцы приобретут невероятный рельеф, но все закончилось лишь дисквалификацией. Частью этой истории хороший конец. Маркус жив и в настоящее время владеет собственным бизнесом. В 2018 году он основал компанию «Рюльс Бестес», которая специализируется на продаже добавок и спортивного питания. Насер Эль Санбати Насер Эль Санбати – это профессиональный культурист и полиглот из Германии. Насер был одним из самых успешных немецких культуристов. На его счету ряд выдающихся достижений и наград, среди которых победа в конкурсе «Арнольд Классик» в 1999 году. Помимо этого, Насер был очень крупным полиглотом и знал целых семь языков. Вдобавок, он имел научные степени, полученные в Аугсбургском университете. Кстати, по этой причине ему дали прозвище «Профессор». К сожалению, Насер, как и другие участники нашего списка, стремился к более высоким достижениям и регулярно прокачивал свое тело. Насер весил около 160 килограмм в межсезонье, что, по словам врачей, было намного больше нормы при его росте 180 сантиметров. Так или иначе, все это не могло продолжаться вечно, и в марте 2012 года «Профессор», к сожалению, скончался. Причиной остановки сердца стало почечное повреждение. Насер Эль Санбати покинул этот мир, однако все равно успел оставить большой след как в бодибилдинге, так и в науке. Согласно изданию «Массел энд Перформанс», Насер Эль Санбати является одним из самых популярных культуристов своей эпохи. Грег Валентино Грег Валентино – это один из самых известных бодибилдеров во всем мире. Причем, в отличие от многих культовых бодибилдеров, вроде Арнольда Шварценеггера или Роли Коллмена, Грег получил мировую известность не за счет спортивных достижений, а за то, что слишком переусердствовало с раскачкой. Как и некоторые культуристы, Грег принимал различные препараты и стероиды. Но помимо этого, он закачивал в руки синтол, химическое вещество, с помощью которого можно быстро и существенно визуально увеличить объем рук. В результате многочисленных инъекций, руки Грега раздулись до невероятных размеров. В определенный момент они составляли около 70 сантиметров в обхвате. Тем не менее, все это не могло пройти бесследно. По мотивам истории Грега был даже снят документальный фильм. На такой глупый поступок, как закачка рук синтолом, его побудил комплекс неполноценности. Ну а в комменты напишите, насколько большие у вас бицепсы. А также, если вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропустить лучшие видео для лучших зрителей. Спасибо за просмотр.